Здравствуйте, это UwebDesign, меня зовут Александр Гончаров. В третьем ролике про Advanced Custom Fields Pro мы узнаем про такие типы полей, как повторитель, выбор или селект на английском, и также про все виды отношений, в том числе одна запись, несколько записей, таксономии и пользователь. Теперь давайте добавим еще одну вкладку и посмотрим, какие же еще поля у нас есть в Pro-версии Advanced Custom Fields. Вкладка у нас будет называться Источники. Давайте представим, что у нашей книги есть эта монография какая-нибудь научная, у нее есть источники, которые необходимо обязательно ввести. Я даже прям сделаю так, что следующие источники, это у нас будут обязательные поля для заполнения. Поле Повторитель. Я могу его назвать, ну собственно так же и назову источники, почему бы и нет. Book Sources. Источники для этой книги. Введите необходимое количество источников. И вы видите, что здесь внутри вот этого повторителя мы создаем структуру, то есть грубо говоря, повторитель это у нас будет таблица. И мы сейчас здесь создадим шапку этой таблицы, по которой мы будем создавать поля. То есть условно говоря, мы можем создавать бесконечное количество, ну то есть ограниченное разумными пределами количество источников. Но по какой же схеме данных эти источники должны заполняться? То есть у нас есть несколько вариантов. Ну допустим, я сделаю сейчас самый простой. Заголовок источника. Book SRC. Title. Так будет проще всего, пусть это будет текстовое поле. Все вещи, которые, типа вкладок и так далее, они все доступны здесь внутри репитера. То есть можно прям сделать репитер внутри репитера, чтобы смотреть свой репитер, как West Coast Customs. Book SRC. Description. Описание источника. Тоже текстовое поле. Этого в принципе более чем достаточно для того, чтобы понимать. Вы видите поле, которое будет отображаться при свернутом блоке. Пусть будет заголовок. То есть очевидно, что мы по заголовку именно будем, так скажем, встречать, как по одежке повторитель. Таблица, блок, строка. Как это все размечать? Пусть будет таблица. По умолчанию это достаточно понятно. Сделаем обновить. Перезагрузим. Редактировать книгу. И видим, что теперь у нас появились источники. И вот она шапка таблицы. Заголовок и описание. Что мы можем сделать? Сделать, добавить. Я прям напишу самые высокоинтеллектуальные поля. Описание источника 0.1. Ну и таким образом создам их штук так несколько. И после того, как сохраню, давайте, как мы уже привыкли, посмотрим вардампом, что же там внутри происходит. Я, с вашего позволения, уберу отображение картинок. Они прям слишком их здесь много. Поэтому я вот этот блок PHP закомментирую. Вот его нет. И отображу новый. Вардамп. GetField. BookSources. Оп. У нас здесь опять массив. Опять без ключей. 0, 1, 2, 3, 4. И в каждом из этих элементов есть BookSrc. BookSrc. Это description. В принципе, я даже скопирую. Хотя, нет. Это долго. GetField. BookSources. Выводить его можно таким же способом. С помощью цикла for each. sources as src. И давайте используем я даже не знаю вложенный список. Вот такая вот здесь будет у меня форма записи. Я жирным выделю то, что у нас заголовок. И через пробел, через тире даже сделаю описание. Вардамп, естественно, уберу. И вот они у нас источники. Можно еще сделать в повторителе третье поле это ссылку. И еще дополнительно обернуть это все в ссылку. Тут это все ограничено только вашей фантазией. Ну и на самом деле я покажу еще только вот один тип полей. Я вот в основные добавлю еще одно поле под автором. И сделаю его селектом. То есть выбор. Очень круто, что они в одном из ближайших переводов добавили выбор в скобках селект. Потому что если вдруг смотрите какие-нибудь обучающие ролики по этому плагину на английском, там все селект. И раньше все описание именно... В общем, хрен поймешь, что там селект вообще, а что не селект. Бук. Пусть будет паблишер. Издательство книги. Издательство книги. Выберите издательство. Ну и я как бы здесь не могу ничего умнее придумать, чем написать дрофа и просвещение. Кстати, как просвещение, я даже не знаю по-английски. Я напишу knowledge просвещение. Значение по умолчанию никакое не будет. Разрешить пустое. Нет. Несколько значений ярлык. Оба. Массив. Можно возвращать массив и на самом деле так даже будет удобнее всего. Сохраняем. Я сделаю это поле необязательным, просто потому что оно, ну блин, оно действительно необязательно. Можно выбирать издательство. Теперь дрофа или просвещение. Сделаем пересохранить. И под источниками так сейчас выведем BookPublisher GetField BookPublisher Knowledge просвещение. Здесь есть Value и есть Label. На самом деле в зависимости от того, какой мы здесь выберем возвращаемый формат, можем возвращать только ярлык или только значение. Если мы выберем здесь значение, то мы вернем только Knowledge. А само просвещение либо будем получать вручную просто прям пропишем свечом, что если Knowledge, то просвещение и так далее. Поэтому если мы будем хранить и ярлык и значение, то мы сможем сопоставлять и использовать то значение не просто, которое у нас здесь в админке подписано дрофа просвещение, а ну как бы чтобы оно полностью соответствовало. Это на самом деле просто на усмотрение программиста, ну вот здесь даже условия можно будет составлять. If value равно такое-то, то выводи там label. Ну или просто можно даже парно это как-нибудь для дебаггинга выводить. Это абсолютно в зависимости от того, как вы задумали. Следующее, что я хотел показать, это тип поля отношений. Я даже сейчас уберу, ну ладно, не уберу, что убирать-то. Отношения это важная штука. Одна запись. Мы можем указать, какая этому книге соответствует статья. Ну то есть допустим у нас какой-нибудь так скажем так статья про книгу book article. Она ведет на одну запись инструкции выберите статью. Фильтрация по типу запись сделаем только запись. На самом деле ну как бы абсолютно на что вы хотите сделать указатель или ссылку то здесь и выбирайте все таксономии и возвращаем только ID. Нам нет смысла возвращать всю запись. Мы перемещу сейчас в основные обновить. Теперь когда вы заходите в редактировать книгу мы можем здесь выбирать статью. Он аяксово подгружает все которые у нас есть здесь привет мир если бы были другие можно было бы выбрать другие обновить и он будет хранить ID как вы уже догадались то есть book article но ID кстати первый у него самое интересное что можно сделать это кастомный мета запрос мы можем здесь в книге вывести допустим все остальные книги у которых точно такое же прикрепление по book article делается это примерно так мы как уже все привыкли делать в wordpress и создаем объект в п query у меня в php storm уже есть небольшой live темплей в котором сохранено как это делается я просто буквально на секунду остановлюсь на том что мы здесь видим мы создаем массив с аргументами в которых post type у нас будет book поскольку я сказал что я здесь отображу все книги у которых значение поля book article равно тому же которое у нас здесь хранится в книге которая называется книга номер 01 после этого мы создаем объект vp query с этими аргументами кэшируем в переменную vp query проверяем есть ли в ней посты если есть то по циклу их выводим с помощью функции the post и после этого уже отображение любой разметки которая нам нужна я здесь в этом сниппете сделал возможность сразу вставлять html куски вот здесь вот ну как бы если это есть какой-то родительский контейнер сейчас нам это даже и не нужно хотя в принципе почему бы и нет можно сделать там я не знаю див класса контейнер просто для того чтобы продемонстрировать как это все работает на практике и здесь внутри мы сделаем article класса article ну почему бы и нет внутри него сделаем не h1 h3 у которого мы будем соответственно выводить заголовок и будем выводить the content кроме этого нам нужно непосредственно добавить сам наш мета запрос в котором мы будем указывать что хотим мы именно те книги у которых айдишник равен ну в данном случае единице но мы очевидно не будем это писать как единицы все это пишется с помощью vp meta query это такое расширение объекта vp query в котором мы можем указывать мета поле и так далее сам параметр meta query у нас принимает значение массива массивов почему массив массивов потому что по умолчанию есть еще параметр relation который нам говорит о том что у нас есть набор правил мы либо выбираем все книги у которых все массивы совпадают логическое и либо or логическое или по умолчанию у нас остается relation end в смысле по умолчанию в wordpress поэтому если нас интересует логическое и то параметр relation можно даже и не писать в этих внутренних массивов у нас схема такая делаем первый ключ key который у нас book article как нетрудно догадаться и value а value у нас get field book article который мы перед этим закешируем в переменную article id вот сюда мы ее подставляем есть еще третье третье значение compare которое подразумевает как именно мы будем сравнивать значение article id с тем book артиклом который хранится во всех книгах которые мы здесь перебираем сравнивать по умолчанию мы будем с помощью like которая сравнивает строки если строки одинаковые то условия у нас истинны поскольку у нас устроит умолчание я для того чтобы упростить запись его уберу этот ролик не про vpquery vpmetaquery поэтому если есть какие-то вопросы вы задавайте их в комментариях но когда-нибудь мы будем снимать ролики по созданию тем для wordpress там мы это рассмотрим уже конечно более подробно теперь давайте посмотрим по моим подсчетам должно работать да мы здесь вводим книгу номер 01 на самом деле это контент выводить даже и не обязательно можно выводить the excerpt для того чтобы не было вот этой вот ссылки далее и просто обернуть саму книгу 01 вот например заголовок в ашку это уже опять же в зависимости от того как вы видите этот шаблон как вы видите этот вывод того что вы хотите сделать с помощью поля взаимоотношения вот как здесь ссылка причем ссылка которая ведет на эту же книгу ну кстати мы можем с вами прямо сейчас добавить еще парочку книг например книгу 02 установить для нее там я не знаю вот такую менять хотя это даже необязательно просто нам нужно указать что ее статья это тоже привет мир необходимы источники зачем я их сделал обязательными непонятно но уже теперь придется быть в плену здесь кстати есть вся валидация то есть вы видели он аяксова увидел что мы источники еще не ввели и просто даже не отправлял эту книгу на модерацию книга 03 и мы давайте мы сделаем у нее статью про книгу не будем выбирать чтобы просто проверить что она у нас не участвует в выборке что я вас здесь не дурю и у нас вот эта вот штуковина которая мета-кверия отрабатывает как надо если мы перейдем на книгу 03 посмотрим то у нее только книга 03 и выводится здесь потому что никакие другие нету других книг с отсутствующим параметром статья если мы перейдем на книгу 02 то у нее будет и книга 02 и книга 01 в том порядке в котором собственно мы их и выводим поэтому вот так можно пользоваться этим полем отношения давайте посмотрим какие они еще есть я сейчас сделаю на полный экран их там несколько в данном случае я выбрал тип одна запись вот вы видите но на самом деле здесь есть ссылка на страницу и она будет возвращать не идишник записи а просто ссылку это единственное различие между ними на самом деле может быть даже и можно было это в одной записи здесь просто добавить третий возвращаемый формат ссылка но как бы разработчики уже поступили именно так кроме этого есть записи это множественный выбор все внутри самой страницы будет аяксова то есть можно выбрать не одну статью там привет мир а выбрать все несколько статей и вывести их опять же циклом просто вернуть массив айдишников по этим айдишникам пройтись и вытащить заголовки и эксерпты по этому айдишнику вывести просто все статьи которые этой книге присущи ну и то же самое с таксинамией и пользователем что касается пользователя тут довольно интересная история можно например если у нас такая CRM по управлению какими-нибудь там задачами заявками то мы на конкретную задачу ответственный человек может повесить менеджера который прикреплен к этой задаче и запретить менеджера это редактировать и после этого как бы с него спрашивает слышь братан мы вот тебя прикрепили именно к этим задачам теперь они должны быть выполнены и именно для этого можно использовать поле пользователь оно точно так же может возвращать ID-шник пользователя и говорить что после этого мы можем делать листинги вывести все книги к которым прикреплен данный пользователь а если у нас там еще будет поле статус с типом выбор который мы рассмотрели в этом же ролике то мы можем фильтровать а вот какие книги уже прочитаны и закреплены за этим пользователем просто смотреть и думать а пользователь Вася у нас не читает книги которые к нему прикреплены надо наверное провести воспитательную беседу и вот такие многочисленные вещи которые вообще приподнимают нас над повседневностью и доказывают нам что WordPress это не просто блоговый движок как про него все думали ранее а полноценная система на которой можно очень много сделать с помощью вот таких конструкций как кастомные типы записи и кастомные поля и вот именно с кастомными полями нам и позволяет работать Advanced Custom Fields Pro может быть и пошло кастомные поля кастомные поля